Следующие бизнес-идеи Кайли Дженнер на миллиард долларов Кайли Дженнер – тот редкий пример женщины, которая сама себе может позволить купить гоночный автомобиль Ламборгини. Для нее эта покупка сравнима с покупкой бургера обычным человеком. Но не стоит ей завидовать. Она действительно много и усердно работает ради того, чтобы быть настолько богатой. Конечно, будучи из семейства Кардашьян, у нее было много преимуществ. Но вы действительно думаете, что она смогла заработать миллиард долларов, просто ничего не делая? Так не бывает. И более того, Кайли уже готова зарабатывать следующие миллиарды. Что может быть лучше миллиарда долларов? Еще несколько миллиардов. Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам о новых бизнес-идеях Кайли Дженнер, которыми она собирается заработать новые миллиарды долларов. Кайли сделала свое имя буквально за несколько лет. В наши дни уже трудно поверить, что еще не так давно она была всего лишь подростком на заднем плане телешоу «Семейство Кардашьян». Но в итоге все пришло к тому, что Кайли удалось выйти из тени своих сестер и, более того, стать самой яркой звездой. Ее косметическая империя и уровень влияния в социальных сетях день за днем идут в гору. По состоянию на июнь 2019 года на ее инстаграм подписано 137 миллионов пользователей. Уже в июле этот показатель наверняка будет еще более впечатляющим. Именно благодаря социальным сетям бренд Кайли Косметикс смог добиться такой невероятной популярности. Хотя также не стоит забывать о контракте Кайли с Ultra Beauty Inc., одним из крупнейших сетевых ритейлеров косметики. Этот контракт позволил Кайли продавать ее продукцию в тысячах магазинах по всему США, а самой за пару лет из миллионера стать миллиардером. «Мы прекрасно понимаем вашу зависть. Никто вас за это не винит». После такого большого успеха Кайли Косметикс, Кайли Дженнер решила вывести свой бизнес на еще более высокий уровень. Не так давно Кайли Косметикс анонсировали в своем инстаграме коллекцию Кайброу специально для ухода за бровями. Эту коллекцию модницы по всему миру ждали уже давно, так как все хотят такие же прекрасные брови, как у самой Кайли Дженнер. Вообще, довольно странно, что Кайли Косметикс раньше не выпускали такую продукцию. В любом случае, все были очень рады этой новости. В коллекцию Кайброу входит все, что требуется для ухода и придания красоты вашим бровям, включая ручку для бровей, карандаш-хайлайтер и различные гели для бровей. Разумеется, что вся коллекция продается в различных цветовых решениях на любой вкус. Основной набор Кайброу будет продаваться по цене в 24 доллара, но ручка будет продаваться отдельно по цене в 14 долларов. Плюс вы также сможете купить индивидуальную помаду для бровей по цене в 16 долларов. В общем, не так уж и дорого и вполне доступно. Кайли прекрасно понимает, что ритейл-цена должна быть относительно доступной, но достаточно высокой, чтобы все-таки зарабатывать на этом хорошие деньги. Кайли также понимает, что требуется уход и за кожей вашего лица. По этой причине она также запустила коллекцию косметики для кожи Кайли Скин. В планах Кайли полное доминирование в косметической индустрии по всем фронтам. Очищающая гель-пена для кожи лица Кайли Скин продается по цене в 24 доллара, а скраб для лица – 22 доллара. В коллекции также есть тоник для лица, увлажнитель, крем для кожи вокруг глаз, а также серум с витамином С. Кроме того, в коллекции есть специальные салфетки для снятия макияжа, а также туристическая сумка для хранения косметики. Самым лучшим вариантом будет купить полный набор по специальной цене 125 долларов. Хотя вам придется подождать какое-то время, потому что первый тираж набора был распродан за считанные минуты. Фанаты Кайли преданы ее бренду, что позволяет ей зарабатывать хорошие деньги. Действительно, на данный момент большая часть косметики Кайли полностью распродана. Но не переживайте, в самом скором времени Кайли исправит эту ситуацию и все снова поступит в продажу. Ну а пока давайте предоставим слово самой Кайли и прислушаемся к ее рекомендациям по использованию косметики своего бренда. В первую очередь она рекомендует использовать гель-пену для кожи лица, чтобы избавиться от всех остатков старого макияжа. В состав гель-пены входят витамины С и Е, благодаря которым ваша кожа будет выглядеть безупречно. Затем она рекомендует использовать скраб для лица. По словам Кайли, использование скраба 2-3 раза в неделю вполне достаточно. Протерев лицо от влаги, Кайли дальше рекомендует использовать тоник для лица. В состав тоника входит яблочный экстракт, а также масло из авокадо, которые помогают прочищать поры на коже лица, а также поддерживать кислотно-щелочной баланс в норме. Затем Кайли рекомендует использовать серум с витамином С. Кстати, тоник также обладает эффектом омоложения, что в случае Кайли еще совсем не актуально, ведь ей всего лишь 21 год. Тем не менее, тоник также стимулирует коллаген и делает вашу кожу более яркой. Затем Кайли рекомендует использовать увлажнитель для кожи лица и, в конце концов, крем для кожи вокруг глаз, в состав которого входит кофеин и зеленый чай. Но вот по поводу скраба для лица у многих возникают не самые приятные вопросы. Все хотят идеальную кожу, как у Кайли Дженнер. И в своем инстаграме она заявляла, что весь секрет состоит в ее фирменном скрабе для лица, который она рекомендует использовать ежедневно. Однако многие отмечают, что в состав скраба входит грецкий орех, который оставляет небольшие следы на коже лица. Профессиональные косметологи по этой причине настоятельно рекомендуют использовать его не более одного раза в неделю. При этом сама Кайли уверяет, что ее скраб настолько нежен, что можно использовать его хоть каждый день. Верите ли вы словам Кайли? Или это просто рекламный ход? Продолжая тему недовольства косметикой Кайли, еще один скандал произошел после публикации Кайли четырех хвалебных твиттов от своих фанатов. Подписчики начали подозревать Кайли в том, что она подделала эти отзывы, используя фейковые аккаунты в Твиттере. Тем не менее, несмотря на некоторое недовольство линии косметики Кайли по уходу за кожей лица, это никак не сказалось на ее продажах. Эта косметика так и продолжает продаваться, как горячие пирожки. Кайли способна зарабатывать деньги на чем угодно. Косметика по уходу за бровями, по уходу за кожей лица, а что же дальше? Индустрия косметики довольно обширна, и мы абсолютно уверены, что пока сама Кайли не будет довольна своей новой продукцией, она не будет выставлять ее на продажу. А на очереди собственная линия средств по уходу за волосами Кайли Хэр. Все, кто следит за стилем Кайли, знают, что она любит резко менять прически и цвет своих волос. Судя по всему, она действительно скоро запустит свою собственную коллекцию средств по уходу за волосами, так как в мае 2019 года она уже зарегистрировала торговую марку под названием Кайли Хэр. В коллекции наверняка будут маски для волос, различные выпрямители волос и многое другое. Не исключаем варианта, что она также выпустит линию своих шампуней и кондиционеров. Стоит отметить, что иметь дело с бизнесом по уходу за волосами Кайли не в новинку. Еще в 2014 году она сотрудничала с брендом Bellamy. Ну а сейчас, судя по всему, она готова к полному захвату индустрии и ухода за волосами. Окей, у вас уже прекрасная кожа, брови и волосы, прямо как у Кайли. А хотели бы вы так же хорошо пахнуть, как она? Настоящий аромат на миллиард долларов уже в работе в рамках сотрудничества KKW Fragrance с Кайли Косметикс. Да, рынок парфюма и так переполнен различными авторскими и дизайнерскими духами. Но новость о фирменном аромате Ким Кардашьяна и Кайли Дженнер просто взбудоражила всю парфюмерную индустрию. Как здорово видеть такую коллаборацию двух сестер. Духи будут продаваться в упаковке в виде больших губ. Увы, но в предварительном производстве духов все пошло далеко не по плану. Ким Кардашьян в своем инстаграме расстроила своих подписчиков печальной новостью о том, что далеко не все бутылки духов прошли необходимые проверки. По этой причине производство духов пришлось на какое-то время свернуть. У Кайли и Ким очень высокие требования к своей продукции. Она должна быть максимально высокого качества, поэтому они не могут выставить на продажу сырой и некачественный продукт. Ориентировочная цена духов планируется в районе 40 долларов, что в общем-то не так уж и дорого для дизайнерского парфюма. Тем не менее, публикации о совместном парфюме были в итоге удалены как из инстаграма Кайли, так и из инстаграма Ким. Так что же произошло? Неужели он никогда не поступит в продажу? Ким и Кайли сделали официальное заявление в Твиттере, что поступление в продажу их совместного парфюма задерживается на неопределенное время. Если бы они полностью отказались от этой идеи, они бы так и написали. Так что парфюму быть. Просто не сейчас. Чем же еще планирует заняться Кайли? Следующий бизнес Кайли особенно порадует вас, если вы являетесь молодой мамой. Откуда у Кайли столько времени на такое большое количество бизнесов? Она вообще спит? Хотя все мамы прекрасно знают, что такое бессонные ночи. Специально для молодых мам Кайли запускает торговую марку Кайли Бэйби, в коллекции которой будут различные продукты по уходу за малышами. Кайли сама является молодой мамой, и она прекрасно понимает, в чем нуждаются другие молодые мамы. По слухам, Кайли Бэйби будет заниматься даже детскими игрушками, а также памперсами и детской одеждой. Не исключено, что бренд также будет заниматься производством и продажей колясок. Кстати, ходят слухи, что Кайли снова беременна. Мы не представляем, как ей удается так много работать, будучи беременной вторым ребенком. Не слишком ли много бизнесов для одной Кайли? Может ей лучше сосредоточиться на чем-то одном конкретном? Напишите свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!